Плюсики пошли, все отлично, мы с вами собрались, я думаю, что уже в полном составе, кто немножко задерживается, еще присоединится, и с вами у нас с вами в средах, следу по традиции, у нас проводится вебинар «Чат успеха», на котором лидеры делятся своими результатами и конкретно свои истории о том, как они пришли в компанию, почему приняли такое решение, как работали, с какими сложностями толкнулись, как их преодолели. И на самом деле я сегодня очень рада видеть каждого из вас, я очень-очень редко выступаю с этой темой, и сразу предупрежу, почему, потому что я редко могу не заплакать, когда расскажу свою историю успеха, но я сегодня буду очень стараться держаться, и если вдруг там что-то такое, вы меня, пожалуйста, поддержите, хорошо? Хорошо, но я думаю, что будем начинать, но, наверное, хочу начать я не совсем с твоей истории успеха, хочу задать вам вопрос, согласны ли вы тем, что вообще все-все-все в нашей жизни – это вопрос нашего выбора. Вот кто согласен, поставьте, пожалуйста, семерочки в чате, кто согласен, что все в нашей жизни – это вопрос выбора. Может быть, вы к такому выводу приходили, может быть, вы где-то об этом слышали, да, ну, если не согласны, можете напишите. Нет, не согласен, да, да, вижу, семерочки пошли. Знаете, почему я про это подумала? Когда я готовилась к тому, чтобы сегодня поделиться с вами историей успеха, я вспомнила в очередной раз интересную историю, которая совершенно случайно со мной произошла когда-то. Я выступала на одном из мероприятий, меня пригласили выступать с структурой, и я познакомилась там за кулисами, значит, с музыкантом. И к моему такому, ну, по совпадению, да, по случаю совпадению, музыкант играл фактически на том же инструменте, на котором играет один из моих, ну, достаточно, не самых близких, но достаточно близких родственников. И мне стало очень интересно, как вообще его жизнь проходит, как он живет, интересно ли, хорошо, да, и все остальное. И вы знаете что? Эти два человека, как оказалось в процессе нашего знакомства, вот мой дальний родственник и вот этот вот музыкант, с которым мы познакомились за кулисами, оказалось, что они закончили один и тот же университет, Академию музыки, самый престижный в Беларуси. Оказалось, что они примерно даже одного года рождения. Но знаете, что удивительно? Что вот, которым я познакомилась за кулисами, он жил очень яркой, интересной жизнью. У него было свое жилье, семья, двое детей, он очень много путешествовал с семьей, у него там очень много разных проектов, и он счастлив и доволен своей профессией, полностью реализовался. А второй человек, который имеет точно такое же образование, имеет точно такую же базу, такой же примерно возраст, ну, в общем-то, наши встречи очень редки, но каждый раз я слышу примерно то, что у него не то образование, чтобы зарабатывать деньги, у него не то образование, чтобы дать как-то хорошую жизнь своей семье, у него не то образование, не та база для того, чтобы позволить жить так, как хочется. И вот когда я стояла за кулисами, я еще раз убедилась в том, что на самом деле все в нашей жизни действительно вопрос выбора. И оба этих человека имели абсолютно одинаковую базу, их учили одинаково в одном месте, в одно и то же время, да, не даже оба мужчины, да, даже нет отличия полового никакого, но при этом у них совершенно по-разному пошла жизнь. И не потому, что кому-то что-то не дали, а потому, что каждый сделал свой выбор. Так вот сегодня я буду очень часто возвращаться на протяжении вебинара к вопросу выбора. Я хочу поздравить вас с тем, что вы сегодня уже сделали правильный выбор. Сегодня вечер среды, сегодня рабочий день и самый такой нокаут, да, когда может быть хочется после работы включить не что-то умное, а включить телевизор, просто закинуть нога за ногу и полежать, и расслабиться после того, как прошел этот день. Но сегодня вы здесь, значит, вы чего-то ищите, значит, вы чего-то хотите изменить в своей жизни, вы понимаете, что все это в ваших руках, это ваш выбор. И начну я свою историю с того, что расскажу чуть-чуть про себя. Я сама из маленького города, город называется Новолоком, и там около 15 тысяч населений. И до того, как я закончила школу, собственно, ничего такого примечательного в моей жизни не было, потому что маленький город, там ничего особо нет, я как-то старалась себя развлекать. Занималась в художественной школе, в разных кружках, в студиях. Пока училась в школе, отучилась на права, очень мне все время нравились машины, я хотела скорее-скорее ее получить. И все мои мечты в последнее время сводились к тому, что я... Таня, пока нет, презентации еще будет. Я просто мечтала о том, что я скорее поступлю в Минск, там начнется классная и интересная жизнь. Вот ждала-ждала поступления. Собственно говоря, так и сложилось. Я поступила в тот институт, который я хотела, по специальности, которую я выбрала на бюджетное отделение. И мне казалось, сейчас начнет самая классная часть моей жизни, все будет ярко, красиво и интересно. На самом деле получилось так, что когда ты выступаешь, это одна часть, да, а вторую часть как-то я не подумала в своей голове, что в этом красивом, прекрасном городе, столице нашей страны, нужно за что-то жить, да. И стипендий, естественно, не хватало на то, чтобы можно было позволить себе что-то. И первое время как-то там я что-то пыталась, какие-то расчеты производить, на чем-то экономить, потом я поняла, что дальше я так не хочу. И передо мной снова стал выбор. Когда я училась на первом курсе, в это время уже, ну, скажем так, я поздний ребенок в семье, и мои родители уже были, ну, еще не в пенсионном, но в предпенсионном возрасте, и, соответственно, мой доход, это была моя стипендия, вот деньги на жизнь, это была моя стипендия. И у меня был выбор, опять же. Первый выбор у меня мог бы быть таким, что я могла бы сказать, что бедная, я несчастная, там, денег мне не дают, ты ехал в Минск, жить не за что, и там сидеть, ездить эту картошку в общежитии, и довольствоваться, как бы, чем-то, что есть, да, и смотреть, и говорить, вот тем повезло, там у него, может быть, родители как-то больше смогли помочь сейчас, он там в более правильное время родился или в более правильном городе. То есть, первый вариант ныть, называется. Второй вариант, это было что-то делать. Я решила, что надо что-то делать, потому что как-то не хотелось мне 5 лет сидеть и ныть, да, и я поняла, что нужно искать работу. Нужно искать работу, и в это время Арифлейм в очередной раз посвечался в мою жизнь. Почему я говорю в очередной раз? Потому что Арифлейм будет в виде моей любимой сестры, нашего с вами вышестоящего спонсора, бриллиантового директора Лены Рокочи. И почему я говорю в очередной раз? Потому что в тот момент Лена уже была директором компании Арифлейм, или Золотым, сейчас я точно не вспомню. Она уже несколько лет как была в компании, и все эти годы, конечно же, она меня приглашала. И даже я два раза регистрировалась, пока училась в школе, но это было скорее из интереса. То есть, помочь Лене, что-то сделать, какие-то копейки такие подзаработать, на подарки к Новому году родственникам, ну, что-то в этом роде. То есть, не было такой, это был интерес, это не была необходимость. А сейчас передо мной стояла уже такая прям острая необходимость. Мне нужны были деньги, и конкретно нужны были, я искала работу. Поэтому третий раз уже вот такой он получился самый удачный взгляд для меня. Потому что я пришла не просто побаловаться, не просто поиграться, не просто потому что интересно, а потому что я хотела зарабатывать деньги. И, знаете, вот этот этап, он был очень интересный. В принципе, я пришла зарабатывать деньги, так сказать, подзаработать к стипендии. И я в этот момент совершенно не думала о том, что я сейчас ищу какое-то дело, которым я буду заниматься всю жизнь. Я просто хотела подзаработать. Те варианты, которые предлагали студентам на тот момент, это были, ну, сами знаете, для студента какая работа. У студента нет опыта, у студента не полный рабочий день. Соответственно, работа, которая предлагается, она, как правило, ну, может быть, не всегда интересна, чаще всего не очень высоко оплачиваю. Мне почему-то хотелось не тратить время для, я хотела заниматься чем-то интересным. И Лена мне сказала о том, что я не буду продавать, а я буду делать что-то, чтобы стать менеджером. Мне слово «менеджер» очень понравилось. И я сказала, ну, хорошо, дай попробуем, ну, хоть и не сразу я так ей сказала. И начался процесс. Ну, как выглядел процесс? В тот момент было намного сложнее, чем сейчас. Я сегодня буду много возвращаться к тому, что буду сравнивать вот то, что сейчас есть и то, что было тогда. Тогда не было совершенно никаких вебинаров, не было вообще не использования интернет-технологий в работе. И мы с Леной жили в разных городах. Так, с Леной жила в Витебске, я училась в Минске. Соответственно, обучиться мне было негде. И поэтому в мое обучение сводили мирные разговоры с спонсором по телефону. Вечерами она мне говорила, что делать, и я делала. И я так старалась вообще все, что Лена говорила, все делать. Потому что я понимала, что что-то не доделаю, наверное, не получу, из-за которого хочется. Если в Минске вдруг проводилось какое-то обучение, я обязательно шла на него. Если Лена мне говорила, что туда нужно пойти, значит, я туда шла. И я очень хорошо помню свое самое-самое первое обучение. Наверное, не забуду его никогда. Это был семинар Тома Шрайтера. Я думаю, что многие из вас слышали его книгах. Он один раз приезжал в Минск. В тот момент для меня имя Том Шрайтер, это было, ну, как Иван Иванов, то есть ни о чем не говорящий. Но Лена сказала, что это человек-легенда, это очень известный бизнес-тренер, и он впервые в Белоруссии, и я там должна быть. Я спросила, сколько стоит это обучение. Она мне сказала, что это обучение стоит, ну, что-то около 50 долларов, а полностью вся моя стипендия. И вы знаете, конечно, я могла найти причину не пойти. Я могла сказать, что она всегда вела, она никогда меня не жалела, она никогда там не давала мне деньги, чтобы она сходить поучить. То есть нет, то есть она мне давала удочку, да, не давала мне рыбу, она мне подавала, в момент, в том числе, который могла заработать деньги. Поэтому мне сказать, что стоит столько-то, и очень надо идти. Я решила, что ничего страшного, студент найдет возможность пожить как-то еще, отдала всю свою стипендию полностью, все свои деньги на месяц, которые у меня были, я отдала на то, чтобы пойти на обучение Тома Шрайтера. Вы знаете, наверное, из этого обучения я помню каждое слово, потому что оно для меня стоило очень дорого, отдало все, что у меня есть, чтобы туда попасть. Это был сценарий, на котором я очень много чего услышала, очень много чего знала, и много чего в моем сознании перевернулось. И вы знаете, почему сейчас так сильно говорю про обучение? Потому что обучение сыграло и так далее, в моем развитии очень большую роль, и сегодня играет. В общем, так вот шло дело, да, я обучалась, делала то, что делала. Просто, наверное, говорит, что примерно через полгода работы я вышла на уровень менеджера, и мой доход в рекламе примерно размером стипендии. То есть суммарно уже было неплохо, суммарно я уже все могла, ну, более-менее хорошо чувствовать, то есть шла к тому, чего хотела. Я так, примерно так и хотела. Я думала, у меня по счету одну стипендию, и было бы уже хорошо. И вот, вы знаете, наверное, на этом этапе все бы и закончилось, если бы как раз-таки я не ходила на обучение. Потому что, когда я ходила на семинары, я узнавала много чего нового, у меня в сознании очень много чего менялось. У меня было огромное количество людей, которых поздравляли с новыми достижениями. И многие из этих людей делились своими историями успеха, так, как я сейчас это рассказываю. И, вы знаете, я смотрела на этих людей и понимала, что я хочу вот так. Потому что эти люди путешествовали по миру. К тому времени я ни разу не видела море. Потому что эти люди учили за границей своих детей. Потому что этих людей были квартиры, дома. Эти люди имели гибкий график работы. И могли проводить время со своей семьей, уделять время своему хобби. Убили машины. В общем, они смогли встречаться с друзьями, там, не на скамеечке, чтобы обсудить что-то, а какой-то выезжать, красивые места. И тут же у меня перед глазами становилась картинка моих родителей. Людей с образованием, людей с огромным опытом работы. Мой папа, мама и папа достаточно сильно трудились на благо своих работ. Но я почему привожу пример папы. Может быть, старшее поколение чуть больше помет. Но папа висел на доске почетовый ДНХ. Как лучший сварщик Советского Союза. Благодаря этому мастерому стал, потом начальником что-то еще. Я, собственно, не знаю, но я знаю, что везет в доске почетовый ДНХ – это очень круто. И при всем при этом, при всем при этом, у нас вот этого вот было. Так, семья. То есть мы отдыхали на озере, которое находится прямо под нашими окнами, возле дома. Мы как-то, самая дальняя поездка – это в Минск отвезти старшего брата на учебу. Как-то вот так вот. И я поняла, что, наверное, в этот момент я буду прекращаться, ставиться очень послушной и правильной дочкой, пойду чуть-чуть по другому пути. Ну, что значит по другому пути? Путь, который мы учили всех, и меня тоже – это хорошо учиться в школе, потом хорошо учиться в университете, а потом найти хорошую работу. И я хорошо училась в школе, хорошо училась в университете, но поняла, что вот пока я буду учиться в этом университете, я должна делать все возможное, чтобы не пойти на работу по маме после. То есть я должна обязательно до кончания университета выйти на доход хотя бы уровня директора. И тогда я тоже смогу к какому-то другому сценарию пойти, потому что я поняла, что если я буду продолжать делать то, что я уже делала, то я буду примерно иметь средний уровень жизни, но в лучшем случае такой, как в моей семье. А может быть и хуже. Очень известная фраза Эйнштейна – «Глупо надеяться на другой результат, если ты делаешь те же самые действия». Вот я эту фразу вовремя услышала и поняла, что я должна во что бы то ни стало делать все возможное, чтобы как-то что-то поменять. Что было моей мотивацией? Я поняла, что я не хочу, чтобы мои дети работали с того, чтобы наслаждаться студенчеством и как-то ярко жить. Я поняла, что я хочу увидеть море. Я поняла, что я хочу машину, потому что я, как говорила, люблю с детства. Я хочу свободный график, потому что я не люблю, надо вставать. Я поняла, что я хочу родителям пока. Потому что они в меня положили очень много качеств, которые мне в жизни помогали и помогают до сегодняшнего дня. Я говорю, все, я это смогу делать и закрою это звание. Поэтому я на уровне менеджера у меня произошел второй мой важный этап по рефлейм. То есть первый раз я пришла, чтобы заработать. Но вот на уровне менеджера, благодаря обучению, которое я зато время, я поняла, что я хочу брать ребенка к делу своей жизни. И, знаете, конечно, были какие-то сложности. Были вот этапы, я не всегда очень люблю говорить, но сегодня история успеха, поэтому нужно говорить про все. Были моменты, что я на протяжении месяца даже ни разу не ездила на транспорте, потому что у меня не было денег, но я ходила в офис пешком. Он был мне близко, я шла больше часа. Но я шла каждый день, потому что я понимала, что если я пойду туда, то чуть позже мне не нужно будет даже на транспорте ехать. Я буду вдруг передвигаться другим способом. Были моменты, когда у меня не всегда хватало денег на то, чтобы покушать. Но как бы ни было сложно, я все надержала в голове. И вот из всех сложностей, которые были, а все-таки они были, я была на расстоянии от спонсора. Мне было мало лет, первый курс. Не было опыта работы никакой, не то чтобы в бизнесе, вообще никакой. Я очень стеснялась посторонних людей. При всем при этом даже все вот это, оно не помешало. И к моменту моя мечта осуществилась. И до окончания университета я закрыла звание директора и попала на первый банкет директоров. Это фотография оттуда. Я здесь очень довольна, очень счастлива, потому что я понимала, что я фактически держу в руках не тысячу долларов, а я здесь в руках берет свое будущее, о котором я мечтала. И вот с этого дня очень много чего изменилось в моей жизни. Начали реализовывать эти самые мечты. Благодаря когда-то принятому решению, чуть-чуть раньше принятому решению. Ну, во-первых, это, конечно, мечты о путешествии. Первое путешествие было в страну, которая нас сейчас заваливает. Помните, что я очень хотела увидеть море? Это, кстати, фотки не из Португалии, но я говорю про Португалию сейчас. Я очень хотела увидеть море. И когда я получила на руки свою тренинг, с высочью зарплату, я поняла, что мне хватает не на море, а сразу на океан. Я думаю, что это буду мелочиться. Поеду сразу на океан. И вот это было первое путешествие. Потом у меня к Португалии, как я говорю, как будто у меня особая любовь к этой стране. Когда Лена, я уже там бывала дважды, когда Лена прислала фотографии, у меня прямо аж сердце кровью обливается. Мне так хочется, да, потому что это страна, где у меня развелось мое новое хобби, путешествие. До этого я не знала, что это мое хобби. Я до этого думала, что мое хобби – это рисовать. А оказывается, мое хобби – это путешествовать. И на сегодняшний день, благодаря деньгам, заработанным с компанией, я уже посетила 15 стран мира. Это начало дня рождения в Париже. Какие-то другие праздники еще в других местах. Мы, как сейчас, стали потом уже с семьей. Все вместе. Самые красивые, интересные места. Это был не то, что тур, который сразу захватывает 7 стран. То есть это было все отдельные поездки. В некоторых странах я была несколько раз. У меня появились уже мои любимые места. А в каких-то странах я была с друзьями. И, вы знаете, я... То есть, представьте, пока я не пришла в Париже, не была нигде. Пока во время школы... Школьный лагерь был какой-то там в Чехии. То есть мы там в каких-то горах были в этом лагере. Особо в Чехии-то и не видели. Все. А после проекта, как я пришла, уже 15 стран на счету, на моем. Я думаю, что это только самое-самое начало. Потому что чем больше путешествуешь, тем больше хочется. Изменяется, конечно же, качество жизни. У меня появился свой офис. Потом покажите позже. Еще в нем сейчас ремонт очень классный. Один из того, как мы отмечаем праздники. Слушайте, каждый раз я перелисую этот слайд. Вспоминаю о том, что хочу ставить фотографию своего дня рождения на первом курсе. Чтобы вы понимали, как это все было раньше и как это происходит сейчас. И всегда забываю время подготовки. Только во время переключения слайда вспоминаю. Это классные фотосессии, катание на лимузинах. Это какие-то тематические праздники, вечеринки. Конечно, все очень изменилось. Изменилось очень многое. Изменилось даже то, как я в магазин, как это было раньше, как сейчас. Но вы знаете, на уровне директора я была достаточно долго. То есть, в принципе, я к нему пришла не быстро, не медленно. Но на уровне директора примерно 3-4 года я была на одном уровне. И я сама всегда задавала вопрос часто, почему не расту дальше. И мне тоже задавали вопрос, почему я расту дальше, что же так, я же не останавливалась никогда. Я работала, да. И вот есть две причины. Сейчас, может быть, если у кого-то из вас кто-то долго на одном уровне, вы, может быть, услышите меня, да. Надеюсь, одна из причин, точнее, не надеюсь, а точно знаю, что одна из причин вас не коснется никогда. А вторая причина как раз-таки может быть очень актуальна. Какая причина первая? Первая причина я хочу вам о ней рассказать для того, чтобы вы поняли, что всегда бывают препятствия. И самое главное – это левать. Как говорили о конкурсе, да, что все уже не падает. А тот человек, который падает, а потом снова встает. На самом деле, звание золотого директора я открывала давно. Ну, то есть, после директора, ну, может, года через полтора, через два. И я была такая счастливая, все так хорошо, все так по плану идет. И вот как раз-таки этот момент, когда буквально меньше месяца, как я открыла звание золотого директора, прошло, его нужно было поддерживать, закрывать. Я упала в очень сильную аварию, это было вопрос в окновении, и я была несколько месяцев, бежала. В общем, я общалась, да, но я не могла ничего делать по бизнесу. И в этот момент я все равно думала, почему у меня сейчас, мне же так сейчас нужно закрывать звание, да. Но меня эта ситуация очень сильно научила тому, что, во-первых, мне тогда впервые пришла в голову идея о том, что как было бы круто иметь онлайн-гиды, и сейчас бы ничего не помешало бы, да. Во-вторых, очень сильно я увидела, кто в моей команде. Я, для меня в этот момент, очень многие люди из моей команды стали моей семьей. Потому что они приходили ко мне каждый день и делали все действия, которые до этого делала я, и свою работу, в общем, и мою работу. И в этот момент, ну, понятное дело, что все равно падение в бизнесе произошло, потому что это когда, ну, только-только вот открылось новое звание, и тут же пройти от дел, конечно же, ну, оно само по себе не удержится. Но я так благодарна этому случаю. Я никому вообще его и не хочу пожелать, но в то же время и не хочу пожелать, чтобы его у меня не произошло. Потому что он меня очень многому научил, и с точки зрения отношения к жизни, и с точки зрения бизнеса. И я очень хочу сказать большое спасибо команде моей, которая ко мне давно, потому что вы со мной давно, и потому что вы со мной в самые сложные времена были вместе. Вот, поэтому после этого, когда я уже отправилась в помощь, да, я продолжила работать, я поняла, что все нормально, все хорошо, сейчас будем работать дальше, восстанавливаться. Но все равно как-то вот стояла на месте, стояла на месте. И я села и думаю один день, почему так, почему так, почему так. И думаю, пока не надо ответить на вопрос, почему так, все, не пойду никуда. Думаю дальше, почему так. Ну, какие-то глупые ответы приходят в голову, я не могу ничего сказать придумать. А потом я заговорила в список своих целей. И поняла, что вот то, о чем я мечтала, когда я на уровне менеджера приняла решение, что я буду работать, оно все реализовалось просто уже. То есть я хотела машину там, да, чтобы у нас была, она у нас там была. Я хотела путешествовать, я путешествовать начала. Я хотела свой офис, он был. Я хотела там, чтобы был свободный график, пожалуйста. Я хотела, то есть оно все, ну, как бы такое основное реализовалось. И я поняла, что просто я не поставила новые цели. Человек, он в принципе ничего не может сделать такого существенно, когда у него не стоит перед ним какая-то цель. Ну, это любой случай, какой он не возьмет, он всегда, что-то, например, университет. Мы идем поступать в университет. Мы же идем туда не просто, ну, что ничего, у нас есть цель – получить диплом. И нам некоторые предметы совершенно не нравятся. Они вообще не интересны. Мы получаем и даем по ним экзамен, потому что мы понимаем, что если мы не дадим экзамен по этой дисциплине, ну, наш диплом, раздель, который мы пришли, что мы его не получим. Точно так же и в бизнесе. Если пришли, что просто потому, что вам интересно, то ничего не получится. Нужно ставить цель. Для чего вы здесь, на что вы здесь зарабатываете деньги. Все-все-все соизмеримое с деньгами, что ни возьми. Если для вас сейчас актуально здоровье, то что такое здоровье? Это тоже питание правильное, это отдых регулярный, это хорошие витамины, качественные, это возможность заниматься любимым делом, потому что то, как мы себя внутри психически, это уже влияет на наше здоровье. То есть абсолютно все, что для нас важно, можно привести в деньги. Так вот мы должны понимать, до чего. И я поняла, что у меня есть новых целей. И я думаю, какие они? И я начала их писать. И я начала писать, у меня начала подниматься очень сильная мотивация, но когда я дошла до одной из мыслей, она мне не просто поднялась мотивация, она у меня взлетела до меди, я побежала работать с новой энергией, и все получилось. Знаете, какая это была цель? Я вдруг вспомнила, что нам родителям уже как бы не 50. И я поняла, что я так хотела им показать мир, а можно вообще не успеть. И я поняла, что мне надо срочно куда-то их отвезти, что-то увидеть, чтобы потом не кусать себе локти. И вот эта вот мысль одна, пусть она может быть там не сильно была приятная, но она была для меня как будто такой ледяной ковш воды на голову мне как будто вывели. И я поняла, что это не то, с чем можно повременить. Есть вещи, с которыми можно повременить, а это не это случай. Они уже там были в это время за 60 лет. И я поняла, что я хочу отвезти их на море, причем каждого отдельно, потому что они мне, к сожалению, стоят в разводе. И совместить поездку это было бы что-то очень экзотическое, поэтому нужно было сделать две поездки, причем поехать обязательно с каждым из них, потому что они не были давно нигде, и они бы там просто потерялись. То есть нужно было очень короткие сроки, мне нужно было бы деньги на два отдыха с каждым из родителей. И вот это было... Ай, слушайте, на последний слайд перейдите с ним. Наверное, не случайно. Случайно именно такой. Сейчас я вернусь. Это мне дало сильную энергию, и я закрыла прямо на этой энергию не одно звание, а сразу два звания, да, для старшего директора и золотого директора. Это, опять-таки, банкет, на котором я получила две премии, и все из вас, кто подключился чуть-чуть пораньше к вебинару, вы видели как раз видеоролик этого банкета. Ну и, собственно, мои мечты, вот эти вот первые важные, они реализовались. Мы съездили на отдых, сначала с папой, потом с мамой. С папой мы поехали. Это было лето, конец июня. И, вы знаете, тоже, когда я предвкушала эту поездку, мне очень хотелось, но когда уже вот оно состоялось, я могу сказать, что это, наверное, как мне кажется, одно из моих главных достижений в жизни, хотя, по сути, это же не достижение, так и должно быть. Мы должны своих родителей благодарить, правильно? Я помню, что мы сели в самолет, папа мой, чтобы вы понимали, он такой деревенский, крепкий мужик, такой, прям, ну, все, то есть его там что-то пробить, это сложно. Мы сели за самолет, и я понимаю, что, ну, как бы уже сидим минут 10 с посадкой, там что-то, папа не может расслабиться. Он мне что-то напишет, он сказал, чего ты? Ну, 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 все, ты что, боишься? Он мне говорит, ну, я говорю, так это, я же тебе уже купила, чтобы расслабиться. Он мне говорит, Аня, я последний раз на самолете летал больше 30 лет назад, и то это было по работе, там, Брак или Варан, что-то такое. И я сижу и думаю, какой... Как так? Мой папа отработал, там, около 40 лет, на благо государства, он в портрет виселом в доске почёта ДНХ, и человек летал в последний раз 30 лет назад. А я вообще ничего не сделала, по сути, сложного, ничего, это не какие-то достижения. Это просто работа обычная, каждодневная, которую я сделала без какой-то профессиональной подготовки, будучи студенткой, чего-то не зная. И при этом у меня такая возможность есть, а папа такой возможности нет. Мне так стало обидно за то, как, к сожалению, иногда оценивают наших специалистов в нашей стране. Собственность очень много людей, которые имеют очень высокий уровень образования, квалификация, даются всей душой своей работе, но почему-то на зарплата, это не потому, что они плохие специалисты, а потому что такую зарплату назначили, она не даёт им то, чего они на самом деле достойны. И, конечно, отдых получил очень классный, и папа, когда мы возвращались, и сейчас очень часто мне говорит, он мне сказал такую фразу, которая, пока что всё не зря, он мне, знаете, сказал, он мне сказал, доченька, спасибо тебе большое, что ты мне хотя бы в конце жизни подарила мне вот эти вот дни жизни как в сказке, что я хотя бы в конце жизни пожил как в сказке. И вот эти слова, которые сказаны таким крепким 65-летним мужиком со слезами на глазах, не со слезами на глазах, а со слезами, которые катятся, на самом деле не очень дорогого стоит, и я поняла, что это было ради чего потрудиться. Поэтому я вам пожелаю подарить своим близким, родителям, детям, там, не знаю, может быть, у вас брат, сестра, кто-то, кто вам очень дорог, подарить эти эмоции. Мы дарим не вещи, мы дарим эмоции, которые люди наши, близкие получают, когда их получают. С вами поехали на День матери. Это был мой подарок маме на День матери. Мы тоже очень классно отдохнули, это был такой величий праздник, и, вы знаете, тоже было очень здорово, потому что как раз-таки закрытие каталога когда было, и мы находились там, и команда тоже очень классно поддержала, и закрытие каталога прошло прекрасно, и сенсорская была вообще в другой стране, это уже прелести вот такого вот бизнеса. Поэтому, друзья, вы знаете, мы иногда говорим там, что мы говорим много про деньги, мы говорим много про бизнес, мы говорим там про что-то, а типа не в Деньгах счастья, а в Санкт-Петербурге. Я полностью согласен, что не в Деньгах счастье, но деньги нам дают очень... Конечно, он бы был счастливым и без этой поездки, но с этой поездкой. Часть того, что он заслуживает, я думаю, что еще много чего можно подарить. Точно так же и любое другое событие можно оценивать. Но кроме вот этого, что еще дало мне звание Золотого Дектора, это, конечно же, моя первая конференция. Это была поездка уже с компанией в подарок в Испанию, в Валенсию. В прошлом году это был прекрасный отдых, но сейчас я буду рисовать фотографии оттуда. И я вам хочу сказать, что к тому моменту я уже пустила 12 стран, это было 13-е. И это было очень круто. Я когда ехала, я понимала, что, конечно, Испания классная страна, она мне нравится. Раз бы там будет хорошо, я думала, чем меня уже можно удивить. Я там была, там была. Но уровень отдыха с Арифлейм и уровень просто отдыха, это вот как, ну, как-то, то есть, я после такой фразы говорю, что если вы не отдыхали с Арифлейм, считайте, что вы не отдыхали вообще, если вы не путешествовали, что вы не путешествовали вообще. То есть, это действительно очень крутой отдыха, где вечеринки организовываются, экскурсии. Это лучшие отели, это прекрасная компания, успешные люди со всего мира, тысячи людей. Вот у нас сцена была смонтирована прямо на воде, это было очень красиво. Лена со мной были мои спонсоры, это люди, которые при этом в меня поверили. Когда-то меня пригласили в бизнес, я им очень благодарна, потому что я, честно говоря, не знаю, как бы сложилось в моей жизни, если бы тогда на первом курсе Лена не пришла в очередной раз с предложением о работе. Наверное, я бы работала в специальности, наверное, получала бы не самую низкую зарплату, но не ту зарплату, которая позволила бы мне оплатить какие-то мечты, и тем более уж и нет свободный график и какую-то большую-большую перспективу роста. Поэтому большое спасибо моим спонсорам, которые сейчас меня не слышат, сейчас они находятся в Португалии, даже как раз-таки летят уже к нам, у них вроде сейчас плюс-минус в такое время должны где-то лететь, но я думаю, что они почувствуют ясно, прям поддержать аплодисментами моих и ваших, подшестоящих спонсоров, потому что они очень много для нас делают, и иногда их труд не видим, иногда нам кажется, что само собой происходит, что какие-то разумеют по себе, что обучение придумывается само по себе, что это все каждодневный труд. Поэтому, Леночка, Денис, большое-большое спасибо, вас очень-очень люблю. И вот в этом году уже была вторая конференция, это был Кипр плюс Сочи, и вот здесь я оставила слайд, чтобы посмотрели, вот кому сложно на фотографиях понимать уровень отдыха, посмотрите в деньгах. Вот это акт, который мы подписываем, когда получаем в подарок что-то там ценное от компании. И вот это вот стоимость поездки в этом году, которую компания подарила мне, и как многим другим лидерам, на Кипр плюс Сочи. Представляете? Я когда первый свой такой акт держала, ну, это был в прошлом году, я с вами взяла на сумму, там, ну, получается, сколько там, тысяч евро, четыре, наверное, пять тысяч евро. Я думала, кто мне вообще в жизни когда-нибудь дарил подарки на такую сумму? Мне никто точно, да? Это просто невероятно. То есть это, во-первых, насколько компания ценит наш вклад, а во-вторых, это, представьте, уровень отдыха, там нужно быть, вы там должны быть, и на таких вот праздниках, и на таких вот праздниках, и на таких вот праздниках, сейчас буду еще с Кипра в Сочи, не хватает, все есть. Не хватает только одного. Вот всех этих 83-х человек, которые сейчас в вебинарной комнате. Все остальное есть. Только вас там не хватает, и я очень надеюсь, что в ближайшие конференции мы поедем уже большой командой, классной командой, здесь на звезды выступают, банкеты красивые, лучшие отели, море. Это, ну, раз не передать словами, это очень-очень круто. И на самом деле, Вероника, вы не можете такие деньги представить, а вот как только вы попадете с рыва на конференцию, почувствуете себя действительно таким каким-то человеком из особого общества, и такой всеми ходишь и думаешь, а что ж я такого сделал, вот прям такого, что такое вот отношение ко мне. Потому что, послушайте, мы же такого прям особенного ничего не делаем, да? Ведь мы с вами все делаем простые действия, а компания так ценит тех людей, которые помогают ей развивать, развивать, развивать ее. Я неправильно сказала, в общем, мы поняли, да? Что мы трудимся вроде для себя, мы вроде трудимся, мы зарабатываем деньги, но для компании мы делаем большой вклад в развитие бренда, и поименную компанию вот так благодарить. Потому что, действительно, это очень здорово. Ну, я как и говорила, еще одна моя мечта оплатилась после, после этого звания золотого директора. Это, ну, офис я открыла уже давно, свои первые, там, 4-5 лет назад, но вот только-только мы закончили ремонт в нашем новом офисе, вот так красиво, поэтому приходите все, мы получили буквально меньше недели назад, получили категорию VIP-офис, и будет всего около 20 в Беларуси, самые классные, самые лучшие, поэтому приходите, мы вам всегда рады, у нас всегда было красиво, а сейчас, мне кажется, очень красиво, и прям офис даже в новую жизнь, я смотрю в чате, где мы там в расписании вставляем работы в офисе, причем можно мне вечера, а можно я такое мероприятие проведу, можно такое, потому что в офис хочется приходить, и вы действительно такая, как отдушина. Поэтому, действительно, что мы работаем онлайн, пожалуйста, ноутбук в руки, пришли, сели, всегда рады, в такой атмосфере, когда все вместе, работает круче, правда? Поэтому приходите, мы в самом центре. Ну, и, конечно же, очень многие люди, послушав там что-то из истории, спрашивают, что же нужно делать вообще, да? Конечно, это сегодня не тема сегодняшнего вебинара, что нужно делать, вы услышите более подробно на вебинарах обучающих, по методам работы, но, хотя бы в двух словах, конечно, я обязана сказать, потому что, возможно, кто-то из вас вообще впервые сейчас вас тут притащили, вытащили, вы сами не поняли даже куда. Так что же нужно делать? Как я и говорила, мы развиваем бизнес, да? Это не наемная работа, это бизнес, это возможность зарабатывать деньги, создав обеспеченную систему. И вот суть любого абсолютно бизнеса, который существует на сегодня все время на планете Земля, это создание и организация товарооборота. Если это товар, то продаем товар, если это услуги, то продвигаем услугу. Если это информация, то продаем информацию. В одном случае мы что-то продаем, в любом виде что-то продаем, но продаем не в том смысле слова, что мы стоим за прилавком и продаем, а в том смысле, что мы организуем товарооборот. То есть, смотри, скамнивать, пример такой слышал, где-то приводила, по-моему, уже на одном из своих вебинаров. Вот, например, мы продаем семечки. Это может быть бизнесом, а может быть не бизнесом. Если мы говорим про продажу семечек например, бабушкой возле магазина, то это, конечно, не бизнес, это просто бабушка срабатывает сейчас себе на жизнь. Но если мы говорим про поставки семечек фурами, условно, для того, чтобы их потом упаковали, это уже бизнес. Вот здесь, чтобы вы понимали тоже, это не то, что продажи по каталогу, которые мы говорим, нет, это продажи фурами. Это то, что мы делаем. Но только надо понимать, как это сделать, как-то вообще фурами ничего не продавало. Я тоже никогда в фурами ничего не продавала, но здесь у нас есть возможность обучиться тому, как это делать, причем в эту фуру даже не заходя и не пересчитывая эти семечки, да, или эту косметику, потому что мы в наш бизнес идем онлайн. Итак, в суть любого бизнеса создать товарооборот. Чем больше товарооборот в вашем бизнесе, тем больше вы будете получать прибыль, тем больше будет зарабатывать денег. Если рассматривать бизнес компанией Арифлейн и партнерство с компанией Арифлейн, мы сами не наемные работники Арифлейн. Арифлейн – это компания Арифлейн, а мы с вами – это мы с вами, и у нас есть партнерство, дружить. Так вот, Арифлейн, да, и партнеры предлагают два способа, как можно зарабатывать деньги. Первый способ – это личные рекомендации. Способ знает, наверное, 95% населения, из-за этого мы иногда и страдаем, потому что люди знают только про него, а про остальное как бы не знают и делают выводы поспешные. Личные рекомендации. Есть возможность взять в руки каталог или онлайн-каталог, показать этот каталог кому-то и заработать разницу. Это как раз сравнимо с тем, ну, может быть, немножко не совсем правильное сравнение, но как есть сейчас, да, нужно у нас про семечки заговорить. Это как раз таки сравнимо с тем, чтобы продавать семечки между стаканчиками. То есть здесь можно заработать деньги, но не очень большие, да. И если мы каталог не покажем, то денег мы сегодня не заработаем. Если мы каталог покажем, то деньги мы заработаем. То есть конкретно зависит от наших действий физических. Средний уровень дохода при личных рекомендациях где-то от 3 долларов до 250. Знаете, почему это свадьба ставилась? Потому что ни с тем, что мы в нашей команде не делаем акцент на этот метод работы, да, хотите можно, но мы прям не акцентируем на это внимание. Но тем не менее, даже при таком подходе сегодня, на сегодняшний день можно заработать сумму в деньгах больше, чем средняя зарплата по Беларуси. Поэтому вот кому прямо сейчас не на перспективу, а очень остро нужны деньги, очень остро, ребят, почему нет? Взять каталог, косметику все знают, это сейчас, и можно очень хорошо создать заказы и заработать, вот если мы прямо сейчас, кто нужно, такую определенную сумму денег. Но, как я уже говорила, мы на этом не делаем акцент, потому что это временно, да, сегодня у вас было желание обойти весь город к каталогам, завтра у вас желание пропало, и где же тогда деньги будут? Так вот, мы в нашей команде делаем ставку на гораздо более серьезную сумму дохода и на доход постоянный, который зависит не от вашего настроения, а зависит просто от того, как у вас бизнес организован был. Если у вас сегодня настроения нет, то он работает благодаря тому, что у вас было настроение вчера, он был правильно организован, и сегодня вы можете полежать на диване, одинок отойти, и потом бизнес ваш для этого не пострадает. Каким образом мы это делаем? Каким образом вторым уцем товарооборот? Есть возможность развивать свой филиал официального интернет-магазина компании «Рифмейт», создавать в нем миллионные обороты благодаря поиску новых партнеров и онлайн-покупателей. При таком типе развития бизнеса, при такой работе ваш доход будет от 600 условных единиц. И здесь и сумма, верхняя точка не обозначена. Здесь, конечно же, и сумма более интересная, и сама работа более интересная, потому что просто представьте, что может быть лучше, особенно сейчас и зимой, и так ощущается. Вы можете дома сесть перед ноутбуком с чашечкой чая или кофе и зарабатывать хорошие деньги, приятные атмосферы, приятные люди. Почему мы выбрали вот такой способ работы? Почему не продажи? Почему не классический способ? Там ты идешь, а нет, в офис или что-то там еще, да? Почему так? Почему в интернете? Покажу несколько статистических данных. Первое. Это данные, которые показывают объемы продаж в интернет-магазинах во всем мире. И вы видите, что они ежегодно растут с огромнейшими темпами. То есть люди, проще говоря, меняют обычный, привычный магазин розничный на интернет-магазин. Сегодня гораздо удобнее заказать в интернете, потому что ты можешь это сделать хоть ночью, привезут в твой город или даже иногда домой, если такие города более крупные, существует доставка на дом. Это, естественно, очень удобно. Там можно посмотреть отзывы, почитать, все хорошо. Хоть там в транспорт едешь, пробки в какой-то застрял, ты можешь через телефон делать заказ и не снять время. Люди сейчас покупают интернета. В интернете гораздо больше. И поэтому все крупные компании в трексе прицелились туда перевезти. Недавно была, буквально неделя, наверное, 2-3 назад на выписке «Россия» от 45-го года до сегодняшних дней интерактивная такая выставка. Там было очень-очень много всего для развития страны. Меня заинтересовало вот эти вот данные, сфотографировал на телефон. Во-первых, кстати говоря, очень хорошая правда вверху. Тут слайд был посвящен инновациям. То есть как сейчас в стране идут какие-то инновационные технологии, связанные с интернетом, с программированием и так далее. Вот первое, что мы хотим, вот первая строчка, посмотрите. Сама страна уже понимает, насколько эта тема вообще важна сейчас. Сравнить затраты на исследования и разработки в этом сфере с 2000-го года, с 2014-го года, посмотрите, больше, чем в 100 раз. Денег больше вложено в разработки в сфере IT. И посмотрите в последнюю строчку. Там сравнивают и в 2005-й год, немножко мелковато, и в 2014-й год использование интернета в организациях. То есть если где-то только половина организаций использовала интернет в своей работе в 2005-м году, то почти 100% используют уже в 2014-м году. О чем это нам с вами говорить? Для чего я сейчас цифры показываю? Показываю для того, чтобы вы сейчас поняли, что сейчас если нет бизнеса в интернете, фактически ты не можешь заработать хорошие деньги. Ты, может быть, будешь сейчас как-то сражаться, что-то будет получаться, со временем тебе нужно будет либо закрыть бизнес, либо хотя бы частично перевести его в интернет. И, в принципе, это неплохо, это удобно, это делает наш бизнес проще, а не сложнее и позволяет развиваться быстрее. И вот сейчас у нас снова виток развития, да, исчезвание золотого дектора, я закрывала технологии. Но как написано вверху на этом слайде, да, как сказал нам китайский медведь в конфутии, когда очевидно, что цель недостижима, не нужно менять цель, изменять и стоит план действия. Когда стало очевидно, что сейчас Арифлэм косметика людям не знает, деньги людям нужны, велнос людям нужен. Но при этом у них такой сумасшедший ритм жизни, что все старые методы работы, которые мы раньше работали, они уже не применимы. То есть единственным правильным решением, которое мы приняли, было поменять метод работы. Мы приняли решение уйти в онлайн. И уже многие из вас пришли именно на такой, на такой вопрос, и стал и оффлайн работа, и онлайн. Ну вот я вам, как человек, который стал и силу другого, скажу, что сейчас прекрасное время. Сейчас развитие идет в разы быстрее. Сейчас за год происходит то, что раньше, пока мы не внедрили нашу онлайн систему систем ТР, происходило 3-4 года. То есть это все делается в разы быстрее. И вы сейчас на такой хорошей волне, и в общем, бизнес очень вовремя. Очень сильный рост начался у нас в команде по итогам, только не во всей команде, я с Денисом, такую такую я даже не смогу сосчитать, только в моей команде за последние 3 недели 140 новых званий, 140 новых результатов. Я девчонкам говорила, что раньше, когда было 10, я уже радовалась и прыгала как сумасшедшая, что как же мы круто закрыли каналок, 10 новых званий, 10 новых человек, выросли по карьерной лестнице, здесь 140 до последних 3 недели, то есть бизнес развивается очень стремительно благодаря вот этому нашему, нашей онлайн системе. То есть мы с вами действительно сейчас в правильном месте, в правильное время делаем правильные действия. Правильные действия очень простые. Посвящать обучение, не с того начала, да? У нас правило 3 О. 35 и 3 О я делала и когда работала офлайн, и когда работаю онлайн. Только раньше это все было сложнее, дольше, но я не не знаю, нужно было куда-то ехать для этого, что-то делать, куда-то выбираться и, естественно, много времени это занимало. А сейчас это все гораздо быстрее, за день можно делать то, что раньше я могла делать, там, две недели. Первое, это организовать личный товарооборот, это правило, потому что компания платит за весь товарооборот в вашем филиале деньги, в том числе за личный. Будет личный ваш товарооборот, вы сможете научить делать хороший личный товар в вашем филиале. Чем больше средний товарооборот в вашем филиале, тем больше он суммарный, тем больше денег вы зарабатываете. Поэтому первое, с чем мы должны начать, научиться с заботичным товарооборотом. О том, как это делать, зачем, на наших обучающих вебинарах. Второе – это организовать поток партнеров. То есть, если в этот бизнес вы пришли и просто будете сидеть и понимать, как это круто, что вы работаете в интернете, только эта мысль и будет вашим основным действием, то ничего хода не будет. То есть, нужны ежедневные действия по наполнению вашего филиала, новыми покупателями, новыми партнерами. И о том, где их искать, то есть массово это работает, в том числе, как сделать так, чтобы они сами вас искали со временем. Об этом тоже в наших обучающих вебинарах. И третье – это как раз организовать посещение обучения. То есть, обязательно посещать обучение самостоятельно и обязательно делать так, чтобы ваша команда тоже туда приходила, приходить, приглашать их. То есть, смотрите, по сути, сложного ничего. Нужно ходить учиться, а там, куда вы будете ходить учиться, вас научат, как организовать личный товар ворк легко и как организовать поток партнеров легко. Все. Сложностей тут нет никаких. Просто учитесь применять на практике. Учитесь применять на практике. Пропустите ли вебинар, напишите в чате, что девочки, а не главное, вы не раскидываете мне запись. Не ждите, пока вам напомнят, вас дернут, что там еще. Проявляйте инициативу, и тогда вы будете развиваться быстрее. Если безправличный товароборот, то на сегодняшний день, думаю, ребят, самый простой способ создания личного товароборота и товароборота в команде, это, конечно же, внимание на наши две основные категории. Не случайно именно категории Wellness и уход за лицом у нас постоянно получают кучу наград. Сегодня это фавориты, это такие бренды, которые не имеют даже аналогов в мире. Сегодня наряду с продукцией у нас не стоит ничего, потому что мы победители даже по двум номинациям в премии «Здоровое питание». Сегодня нас рекомендует Российская Академия медицинских наук. И иметь такой крутой товар в ассортименте, очень странно не пользоваться им самостоятельно, для себя и для своей семьи. И очень странно его не продвигать. А как мы можем продвигать его, если мы не пользуемся самостоятельно? То есть здесь такой бизнес, никого не обманешь, это все на эмоциях. Вот если ты любишь продвигаться, тебе легко про него говорить, если ты просто про него выучил, ничего у тебя не получится. Поэтому начните с себя, начните с того, что познакомьтесь с продукцией Wellness, и вы тогда сможете очень быстро продвигать. Я смотрела данные, очень интересные, что эти люди, которые показывают именно такие выдающиеся результаты в нашем бизнесе, ну, странные, настолько быстрые, что это прям странно, да, у них у всех очень-очень-очень высокий товароборот в Wellness филиалах. И поэтому для того, чтобы научиться в Wellness для начала, нужно, конечно, пробовать этот Wellness, да, точно так же категории уходят по лицам. И сегодня с этими категориями делать личный товароборот вообще не проблема. Просто меняем привычку покупать что-то в обычном магазине, продуктовом, либо косметическом, на привычку покупать это же в своем интернет-магазине. Если говорить про то, как я приглашаю, мой любимый метод работы – это теплый рынок. Я чуть-чуть иногда работаю по холодному рынку, чтобы не забывать, чтобы кому-то это научить. Но я люблю теплый рынок, я вижу эффективность в собственном рынке, и я буду этот метод всегда продвигать. Я считаю, что он будет существовать вечно, в то время как некоторые будут на холодном рынке, когда мы умеем из них, они приходят в какой-то новый, но тоже не знакомый на другой, он снова работает, он снова себя изживает, а этот рынок никогда себя не изживает, потому что это самый эффективный способ, который уже проверен годами, и его не может испортить, либо ухудшить статистику ни оффлайн, ни онлайн как-то, и не работай. Он самый крутой, самый эффективный. Слушайте, согласен, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, а я пока расскажу вам, почему. Не просто почему я так считаю, а покажу вам на примере. У меня сегодня в команде три человека, которые закрыли звание директора, уже закрыли. Те, кто открыли, есть еще. Но те, кто закрыли, их трое. И я хочу сейчас рассказать про них по двум причинам. Во-первых, я хочу, чтобы вы послушали, и, возможно, в их историях узнаете кого-то в своем окружении или себя, и примерите их историю на себя, и поймете, что у вас тоже получится. А во-вторых, я не могу, рассказывая о своем успехе, не говорить про этих людей, потому что мой успех, он основывается на их успехе. Не было бы у меня в команде этих людей, не было бы моего результата. И это, ну, как единое целое, мой успех – это успех этих людей. Поэтому первое, чтобы сказать большое спасибо своим любимым директорам. Ну, давайте познакомимся с ними. А слева, первая слева фотография – это Катюна Дробицкая. Это мой первый директор в моей команде, девушка, с которой мы знакомы седьмого класса. И познакомились мы случайно. Потом, давайте все вопросы в конце, да, а то я потом оплескаюсь, потом зададите вопрос, я уже знаю, что вы имеете в виду. Познакомились мы случайно. В школе, не знаю, как у вас есть или нет, но у нас в школе была такая школьная практика. Нужно было каждое лето, уже когда как бы каникулы, в грядках поселить, там, купить копать что-нибудь такое. Конечно, никто это не любил, но вот благодаря такому неземному делу у меня появилась и очень хорошая подруга, и мой надежный партнер под бизнес. Вот в этих грядках мы познакомились с Катей. Катя училась, ну, мы с нейровестницей, но училась Катя на класс младше, ну, поэтому, как бы, в параллели мы до этого не пересекались. Значит, сначала немножечко общаться, потом близко дружить. И, знаете, когда я пришла с Мавори в моем, вот тогда на первом курсе, конечно, Катя позвала сразу. Ну, что мне сказала Катя? Катя мне сказала, что она не такая, это я такая, у тебя получится, у меня не получится, но покупать для себя, конечно же, я буду. У нас регулировалось практически сразу, покупала для себя. Еще Катя очень любила подарки, когда какие-то были интересные акции, что можно было получить подарки, вдруг она тоже становилась такая, и у нее все прекрасно получалось. Ну, то есть, на самом деле, Катя очень даже такая, просто, наверное, это была ее отговорка. И, ну, вот это все длилось лет пять, наверное. И я, конечно же, очень хотела, чтобы Катя была в команде, чтобы Катя стала успешной, потому что, потому что я прекрасно веду, что она способна и может больше, и нужно просто в себя поверить. Поэтому я ее так нырячу, аккуратненько задергала куда-нибудь, там приглашала, что-то рассказывала. И вот одно из мероприятий как раз стало решающим. Я пригласила перед Новым годом, у нас было мероприятие, вот наподобие того, которое будет у нас в воскресенье, только новогодняя тематика у нас была, и у нас там еще колдун Георгий пел и был ведущим. Я говорю, Катя, давай уже надо развиться, вылазь в единицу, сходишь, говорю, там колдун отдохнешь, там сюда сюда, она говорит, ой, да, да, я до конца, я приехала, закончилась мероприятие, мы с Катей видимся, ну, как бы, сразу тут же после. И я уже, как бы, хочу спросить, ну, как, и когда подхожу, вижу, что Катя, как бы, мягко говоря, не в настроении, да, то есть она фактически плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, я приехала отдохнуть, но когда я была на мероприятие, там, естественно, же поздравляли новые уровни, новые результаты, все красиво с цветами. Она говорит, когда я была на мероприятие, посмотрела, как вообще может быть в жизни, я поняла, что, оказывается, я не так хорошо живу, как мне казалось, да. Я хочу работать, она говорит, я, давай, говори мне, что делать, я готова прямо сейчас начинать. Ну, там еще были какие-то моменты, в общем, Катя, меньше чем за год, закрыла звание директора, моменты принятия решения. Это был первый директор в моей команде, Катюш, большое тебе спасибо, и я хочу, чтобы вы из этой истории поняли, что надо останавливаться. Чего бы сказал нет однажды, нет, не значит никогда. Если он вам нравится, если он вам близок, если вы не желаете хорошего, нужно продолжать настаивать. Вот, знаешь, второй мой директор Оли Небарака. Тут тоже интересная история, я обязательно вам ее расскажу, причем, потому что, когда я после Нинска приехала в Митинск, я же работаю все знакомыми, знакомых у Митинска почти нет, почти никого. Лена, которая меня уже расходчиво пригласила, там, тетя, которую уже пригласила Лену, да, я начал думать, кто же, кто же, кто же, кто же. Я вспоминаю, значит, про Олю. Как я вспоминаю про Олю? Когда моя мама, моей маме сейчас 64 года, может, мамочка, прости, если я ошибаюсь, ну, просто для меня, моей маме 18, да, поэтому я не помню, сколько лет. Так вот, когда она была студенткой, значит, это было очень давно, она училась в Витебске, жила, снимала комнату у хозяйки, и вот эта вот хозяйка, это Олина бабушка. И я просто, мама, вот, свежие до сегодняшнего дня общается со своей хозяйкой, они поддерживают хорошее отношение, поэтому я всегда там, у меня наступил, что там происходит, кто там женился, родился, кто там уйдет, и я понимаю, что Оля, я увидела до этого момента раз в жизни, лет, это, так, 15 назад, ты нервам должна быть вот такого возраста, как надо, да, я говорю, мам, скажи, ну, иди-то мне Олен телефон, она дает тебе визу, она мне говорит, мама, ой, Оле, это неинтересно, она работает в отделе рекламы, все у нее хорошо, времени у нее нет там, еще чем-то занимается, и косметика, и тем более такая, она жила в Израиле, поэтому находится косметика с мертвого моря. Ну, мне же спонсор мой научил, что не надо решать за людей, и я говорю, мама, ну, дай мне Олен телефон, пожалуйста, и мы с Леной позвонили Оле, сначала мы оставили Оле каталог, Оля сразу сделала заказ, потому что, как оказалось, Оля пользовалась рекламой уже 8 лет, и когда она пришла с заказом, она сказала о том, что можно, считай, все это покупать дешевле, еще и зарабатывать, и Оля сразу получила свою возможность заработать, и сегодня это декор закрытой квалификации в моей команде, который очень профессиональный, настойчивый такой, да, умеет все успевать, и вот вывод из Олиной истории, которую я бы хотела рассказать, первое, когда думаете, кого позвать, реально думайте, не пишите тех, кто вам в вашем окружении только, копните глубже, вспомните, с кем вы были в садике, в школе, я увидела один раз в жизни, то есть это внучка, маминой хозяйки, у которой мама жила 40 лет назад, представляете вообще? Думайте, вот до последнего, пока не вспомните всех, а второй момент, не делайте выводы, вот если бы я послушала маму, мама мне сказала, что Оля и косметика это не пользуются, и бизнесе тем более будет неинтересен, если бы я послушала маму, то у меня сегодня в команде не было бы такого замечательного ректора, поэтому не мешайте за людей, пусть они примут решение сами, Оля делала выбор, и сегодня будет я про компания с вами. И третья ректорная команда Оля Демиденкова, которую я не знала, до того, как я пришла в бизнес, Олю пригласила Саша. Саша сейчас не в активном состоянии бизнеса, изредка размещает заказы, но в первую там месяц она загорелась, что-то делала, и Олю пригласила. И Оля тоже пришла на свою знакомую, они с Сашей вместе в организации «Красный крест» были, проводили тренинги какие-то регулярно, и Оля знала хорошую Сашу, именно поэтому она пришла в бизнес. Потом уже мы познакомились, все, но неизвестно, пришла ли бы Оля, если бы ее позвал какой-то, ну, человеку незнакомую. Поэтому Оля, кстати, да, ну я же рассказываю про профессию немножечко, Оля экономист в прошлом, пришла она в бизнес, когда была студенткой, тоже работала в первое время там не сильно активно, потом, когда вышла на работу, сравнила, поняла, и на уровень 6%, ребята, на уровень 6%, это доход, ну считайте, 0, 10 долларов может. Оля уволилась с работы, пришла в офис и сказала, что мне делать. Я хотела бы только в арестовом, так вот отрезала все все концы, чтобы не было вариантов никуда вернуться, и очень настойчиво работала, очень большую работу над собой проделала, и большая умница закрыла звание директора и стояла на сцене банкета директоров. Вот такие вот, они разные директора, но они пришли по такому рынку. Я не говорю, что холодный рынок не работает, но просто статистика показывает, что именно до высоких уровней процент больше людей доходит из ваших знакомых. Не потому, что среди незнакомых нет хороших людей, конечно, есть, все люди хорошие. Просто знакомые вам больше доверяют, вам с ними проще работать, и вам проще довести их до результата. Поэтому, девчонки, ребят, мужчины, женщины, я уже так не просмотрела, кто у нас на вебинаре, подумайте о своих близких. Вот кто в вашем окружении есть, и именно их в первую очередь заведите бизнес. Тем более, как сейчас по нашей системе, когда мы помогаем строить первую структуру вертикальную обучающую, у каждого из ваших знакомых получится благодаря нашей общей поддержке. Приглашайте своих близких, и все будет обязательно получаться. Это мой основной метод работы. Если вы спрашиваете, почему там много лидеров, я вам отвечаю, потому что я зову знакомых людей. Ну, а те, кто не знакомые были, я их очень, и мне нравятся они, да, мы быстро находимся. Мы все потом со временем тоже близкими знакомыми. Важное у меня, что если вы хотите расти, вам нужно стать лучшим игроком в команде вашего спонсора. Только в этом случае придите с собой очень сильную команду. Все говорят, что я хочу сильную команду, я хочу, чтобы у меня были лидеры, я хочу, чтобы они были активными, чтобы они там, как и я, много делали, то, то, то. А что мы делали для того, чтобы у нас была сильная команда? Достойны ли мы сильной команды? Такой вопрос, наверное, редко кто себе задает. Я могу сказать, что до 15% у меня не было ни одного лидера. Я очень хотела, но у меня не было ни одного лидера. Я работала, то есть, что значит, не было лидера. Все, кто не регистрировался, были лидеры, которые покупали для себя. Некоторые показывали каталоги, но так вот, чтобы звать других людей в бизнес, серьезно, таких не было. Ну, кто-то там одного, двух человек, кто-то такие вот, на подарки, условно говоря. И я все переживала об этом поводу, ну, как же, ну, как же, наверное, потому что мне там 18 лет, люди на меня не верят, они на меня идут, я больше еще училась, училась. В общем, старалась, очень много этих лидеров, я все время в голове ждала, ждала, когда же они у меня появятся, уже уже должны, уже должны. И в один момент я поняла такую вещь, что если я хочу сильную команду, значит, должна быть самым сильным игроком в команде и самым спонсором. И я должна оставить для своего спонсора право быть правой рукой. Я должна заслужить стопроцентное доверие, чтобы мой спонсор, когда я что-то делаю, не сомневался, что все пойдет не так. То есть стать такой же, как она, в профессиональном плане, так, так, конечно, не должно никого копировать. Но должна научиться тому же. Если сегодня мой спонсор зарабатывает только сколько я хочу, значит, мне нужно перенять полностью все навыки, которые у нее есть, и стать, и уметь делать то же самое. И первое, что я начала делать, когда это была планерка, сейчас, может, многие из вас вспомнят, поймут, у себя узнают или наоборот не узнают. Какая-то планерка, например, спонсор говорит, там, я менеджер, он говорит, надо сделать это, кто сделает. Ну, я такая смотрю, ну, как бы я это делать не умею. Говорю, но остальные, похоже, тоже. Ну, давайте я. Алена мне говорит, а ты умеешь? Я говорю, нет, не научусь. И вот первое, что я начала делать на 12-15%, это вот так вот просто проявлять вот такую вот инициативу на планерках. И мне так начало нравиться, когда начало учиться, у нас получается. Какая-то, когда учишься, у нас получается. Понимаете, когда сидишь на месте места, когда учишься, получается. И я решила, что для меня мой спонсор делал слишком много, чтобы ей было для меня стыдно. Слишком много она сделала. И я решила, что мой спонсор должен гордиться мной. Так вот, как детьми гордятся. Я должна хорошо развиваться и расти. Поэтому, друзья, вот если вы сегодня не хотите в эту сильную команду, когда я это поняла, начало на практике, то реализовывая, мне на 15% в один каталог сразу 4 выдержали. Сразу 4. До 15% 0, а в один каталог сразу 4. Когда я сама внутри поменялась, я приняла лидерскую позицию, что это не бизнес, а у меня спонсора, я не должна уметь, я не должна все время там у нее спрашивать, что как, не должна бояться сделать шаг, а когда я решила, что это мой бизнес, и я за него ответственна, и я должна делать все возможное. Я должна сделать... Будет хороший результат, мне страшно, но будут делать, не умею, но будут делать. Вот эту вот лидерскую позицию почувствовали другие лидеры, они тогда пришли. Поэтому, ребят, у вас у всех есть спонсор. Станьте самым лучшим игроком в команде вашего спонсора. Скажите, кто сделает, как говорите, я делаю. Кто проведет, я проведу. Кто больше всех людей будет предвратить, вы должны быть самым лучшим игроком в команде вашего спонсора. Станьте его правой рукой, почувствуйте стопроцентное доверие, а вы это почувствуете. Когда, например, нам что-то поручают, вы говорите, как это сделать. Он говорит, так ты не разберешься сам, ты не разберешься, не уверен, все. И вас даже не контролируют. Вот с этого момента, когда вам на 100% доверяют, это значит, что вы уже близки, когда погодите, что у вас ночью много лидеров в команде, потому что вы это право вслуживаете. Развивайтесь, читайте книги по лидерству, делайте себя лучше, не нойте спонсору. Наоборот, я уже просто шла, хватило блеск в руки, как указка, наоборот, давайте спонсора поддерживайте. Освобождайте его от тех действий, которые вы уже научились делать сами. Пусть он близки в другие дела. И, ну, так уже ближе к концу, несколько моментов, которые важно помнить просто всегда. Первый момент, вы можете все. Каждый человек может абсолютно все. Нет того, что в голову вам пришло, вы этого реализовать не можете. Мы устроены так, наш мозг с нашим телом взаимодействует. И если вам в голову пришла идея о чем-то, например, о том, что вы хотите стать директором, значит, у вас доложены все способности, чтобы стать директором. И единственная причина, почему у вас это может не получить, если вы сдадитесь. Нет людей неспособных, есть люди неотренированные. Конечно, любой олимпийский чемпион, например, по прыжкам на батуте, когда первый раз стал этот батут, он упал. А, возможно, на этом батуте не раз получил перелом. Но он снова и снова и снова тренировался, и благодаря этому для него это стало простым действием. Он в нем профессионал. Точно так же здесь бриллиантовый эффект, исполнитель эффекта, который стоит на сцене. Он не умел раньше так говорить. Он не умел раньше приглашать даже одного человека. Он не умел делать личный товарооборот. Он даже в половине случаев не прошел приветственную программу, у него не получилось. Но он потренировался, и для него стало простым действием. Так же и для вас сегодня что-то является сложным действием. Вы не знаете, как то, вы не знаете, как это. Других способов нет. Если будете учить только, не получится. Делать только, делать много раз. Многократно повторяю, это и есть тренировка. Много-много-много раз. Много-много-много раз. И со временем у вас это будет получаться очень хорошо. И со временем будете расти. Не сдавайтесь. Шибок не бывает в жизни. Есть только опыт, который нужно проанализировать, понять, что вы в следующий раз делаете по-другому. Сложности будут. Они у всех будут разные. Кого-то, может быть, не будут поддерживать на работе. Кого-то, может быть, когда вы только примете решение, вдруг, например, завал на работе, кто-то приболел в семье, и все окажется, весь мир против. Это не мир против. Это мир проверяет тело вашего желания. Если вы действительно сильно хотите сделать звание директора золотого бриллианта, то вы эти испытания преодолеете и пойдете дальше. А если эти испытания не преодолеете, скажете, ну вот, наверное, все как-то не так складывается. Это пришло в этом детстве, кстати, у меня котик приболел, и начальник на работе лютует. Наверное, это не мое. Тогда вселенная скажет, конечно, это не твое. Это не твое. Поэтому, если есть какие-то сложности, это хорошо. Это вселенная проверяет, главное, это проверка пройдет. Преодолеете все, и все будет хорошо. Будьте позитивны и стемистичны. В мире так сейчас очень много всего такого происходит, что люди, с которыми мы общаемся, они фактически приходят наполненными этой информацией, там, из новостей, от куда-то, или начальники, там, кризис, еще что-то. В общем, плохо. Если еще и мы будем в негативе, то, конечно, людям не захочется к вам идти. Очень часто мне говорят люди, что они пришли не в Арифлейм, а пришли на атмосферу. Изначально, потом уже увидели возможность, пришли на атмосферу, потому что они видят, что здесь как-то поддерживают друг друга, веселятся, умеют пошутить, поддержать друг друга. В общем, здесь, в принципе, атмосфера позитива. Это даже без встречи, даже в чатах, говорят, это чувствуется очень многие. Поэтому не надо, все проблемы оставьте там, где-нибудь, когда вы общаетесь с своими людьми, с командой. Будьте позитивны, будьте активны. Это очень классный навык, который, может быть, сначала с непривычки сложно в себя развить, если привыкли все-таки уже в обычной жизни жить, но он очень быстро развивает. Несколько дней, и вы уже все, и вы уже такой. Потом главное не потерять. Что вообще расстраиваться, что тут вообще негативить? Все хорошо, все прекрасно. Если у вас сегодня там нету прироста, то что-то проблемы, причина по отношению глупости какие, то вообще абсолютно ерунда. И нужно быть позитивным и нести позитив людям. Не нужно, например, на проблемах, нужно учиться их решать. Чем больше мы думаем проблемой, тем серьезнее мы ее делаем. И у вас какая-то условность? Подумайте, как решить. Если пока еще всего опыта не знаете, позвольте своим спонсорам, скажите там, ой, привет, то есть нет какая-то проблема у тебя, не знаю, по-моему, как мне ее лучше быстрым способом решить все. И все будет прекрасно. Любая проблема решаема. Абсолютно каждая. Раздавайте их проблем, задачи. Решения всегда нет таких проблем, которые решить невозможно. Любите жизнь, любите людей. Если вы людей не любите, то в этом бизнесе вам делать нечего, потому что это бизнес. Взаимоотношения с людьми – это бизнес, когда человек приходит, он еще часто чего-то не понимает, все люди приходят разные, кто-то с доверием, кто-то нет. И только вот эта вот любовь к людям позволяет вам в каждом человеке, который приходит, увидеть лидера. Он еще, может быть, сам не видит, а вы уже видите, вы уже в него верите, вы уже в него вкладываете. И только люди, которые любят других людей, могут здесь преуспеть. Только люди, которые любят других людей, могут в один этот вечер общаться с твоим новичком, потому что у него какая-то проблема, и со всей душой его поддерживать. Жизнь прекрасна тоже, да, то есть мы должны, вот я сейчас говорю, кажется, такие вещи, которые в бизнесе не относятся, но к нашим бизнесу не очень относятся. И, конечно, не будьте излишне серьезными. То есть не нужно там создавать из себя, чтобы там такой серьезный, крутой бизнесмен, там, какую маску на лицо одевать, люди этого не любят, да. Если вы не любите, вы должны быть искренними, вы должны быть такой, какой вы есть, умеет пошутить, умеет улыбнуться, умеет себя посмеяться, в конце концов, потому что мы все далеко не идеальны, да, у нас у каждого есть какие-то там вещи. И когда человек чувствует, что вы обычный человек, такой же, как и все, и вы там не делаете из себя какого-то там струнного царя, то он не понимает, что, блин, он такой же обычный, значит, у меня тоже все это получится. Будьте просто собой, не создавайте из себя кого-то не принято, вы просто будьте собой. Оттачивайте свои профессиональные навыки, я не говорю, что вот прям пришли и сходу пошли, там, что знаете, только это вам и нужно. Нет, этого не хватит для успеха. Навыки лидерские, навыки профессиональные, нужно оттачивать. Но просто душой нужно быть собой. Уметь расставлять приоритеты, потому что если мы будем действовать, но действовать по настроению, то будет сложно прийти к успеху. В свободном графике есть и плюсы и минусы, плюс, конечно, то, что мы можем его расставлять сами, минус в том, что мы его не умеем заставлять сами. Мы его не умеем. Нам начинают звонить и мы идем по делам. Нам начинают что-то просить и мы отвлекаемся. Расставляете себе приоритеты. Вы сами себе начальник. И каждый день у вас должно быть, например, если у вас есть три часа, которые вы сегодня запланировали для бизнеса, значит, эти три часа у вас нет для семьи, у вас нет для друзей, у вас нет для телевизора, тем более у вас нет для соцсетей, для каких-то развлекалов в этих соцсетях. Эти три часа вы работаете. Эти три часа вы не поднимаете трубку, никто вас не поднимает. Вы на работе. Вы сейчас на работе. И если у вас два часа, значит, эти два, если у вас час, значит, это час. Распределите и четко знайте, что вы должны делать за это время. А за это время вы должны делать действия в трех направлениях. Первое – организация личного товарооборота. Второе – поиски новых людей и действия в обучении. В этих трех направлениях ежедневные действия. Ну, а уже какие действия, например, для товарооборота либо для наполнения, это вы услышите на обучение. Но каждый день и не давать эффект в одиночку. Нельзя себя уже видеть. И в эту тему мне очень нравится вот такая вот картинка. Когда мальчик, который занимается спортом, скажет своего тренера. Он говорит, тренер, послушайте, а вот если я пропущу одну тренерку, мне же ничего не будет. А тренер ему отвечает, конечно, все верно. Ни побед, ни наград, ни слабо, ничего у тебя не будет. Вот так же нам часто кажется, ну, я как-то, я не так и вошу, чуть-чуть тут, чуть-чуть не делаю, сегодня у нас пропущу, я же вчера была, я же вчера сегодня вот не пойду. Ничего же не будет. Ничего не будет. Ничего. Ни банкета, ни тысячи долларов, ни золотой конференции. Ничего не будет. Если мы оставили перед собой план, мы должны идти. Не давать себе слабинку. И будем действовать каждый день. Это основное правило. Лучше по чуть-чуть, но каждый день, чем под настроение целый день. Лучше каждый день, там, час, чем нисколько-нисколько там в неделю, потом в один день сразу 8 часов. Запомните это, пожалуйста, потому что привычка работать на результат, это привычка берет дисциплину ежедневную. Так, ну и хочется вам пожелать, конечно, больших успехов. Подумайте, что вы хотите. Помните, как я говорила, когда я все-таки стояла на месте, я сидела и начала спросить, почему, что, что и решила, что пока я не разрешу себе больше делать. И когда мою душу что-то зажгло, а именно мою понимание того, что я очень хочу отристи на отдых родителей, вдруг все пошло по-другому. Так вот, поговорите с собой, спройте себе такую вечерку, сегодня, завтра, не знаю, чаем, шампангу, все-таки. Выпишите с собой, а так ли вы живете, как хочется. А если нет, а как бы вам хотелось? А если так, как вам хотелось, а что вы для этого сделали уже сегодня? Или вы просто хотите? Найдите такую вот в вашей жизни что-то, что будет просто подрывать вас с кровати по утрам. Что-то такое, что вот засыпая, вам не будет давать с ним. У каждого человека это может быть по-своему. У всех может быть свое. Кто уже, может быть, придумал, можете поделиться прямо сейчас в чатах. Чего вам хочется так сильно, так сильно, что просто вы не представляете без этого. Как только вы найдете эту вещь, все станет для вас возможным. Все станет возможным. Человек устроен так, что когда что-то по-настоящему зажигает его душу, все становится возможным. Вы можете абсолютно все. Я очень верю в каждого из вас. И если смогла я, просто вспомним мою историю. Я была студенткой, я была в чужом городе, я не умела вообще-то с незнакомыми людьми, я была спонсором на расстоянии, и не было у меня опыта работы. Если даже обычный, ну не подросток уже скажем так, но, короче, обычная студентка первого курса. Если даже я смогла, вы тем более сможете с вашим программами, с вашим опытом, с вашей квалификацией, с вашим жизненным опытом. А может быть просто такой же кто-то, как и я, тогда тоже подумайте, а я такая же, как она, и я тоже смогу. Вы сможете, вы сможете, если вы сами захотите и будете делать. Начните с маленьких шагов. Начните с маленьких шагов, тогда и большое вам будет согласно. Не за один день большие дела вершатся. Москва не сразу строилась, да, и все будет получаться. Спонсор рядом с вами. Все получится, если только вы будете делать. Сейчас, может, вы не сильно верите в себя, но в вас верят ваши спонсоры. В вас верят все люди, которые вас пригласили. Если бы вас не верили, я бы вас бы не знал. Если бы вас не верили, я бы не помогал. Вас верят. А вы просто делайте. И пока что вот на такого взаимодействия, прожит время, по несколько месяцев, и вы уже уйдете по-другому. Дайте себе год обещания. Год не останавливаться. И вот если через год вы посмотрите на свой бизнес, и ничего не изменилось, тогда да, тогда это не ваше. Можете уходить. Но за год, я уверена, на тысячу процентов, что вы скажете себе спасибо, что прошли все препятствия, которые были до этого. Вы скажете спасибо, что приняли решение, что вы боялись, что все-таки сделали. Что вы послушали, где-то отказ, но научились на них правильно реагировать. Что вы не слышали мнения окружающих. Потому что через год у вас уже будут большие достижения. Я просто уверена в этом. И, к сожалению, это будет не у всех людей, которые сейчас находятся в бинарной комнате. Потому что кто-то меня послушает и скажет, ну, конечно, это у нее так, но я же не такой. Но я думаю, что как раз-таки ты, кто сейчас меня слышит, тот самый человек, который подумает. А я не хуже. И я это сделаю. У вас обязательно получится. И тогда ваша жизнь будет очень интересной. Потому что наш бизнес дает возможность не только зарабатывать деньги, но и помогать другим людям. Не помню точное выражение, которое, заражение принадлежит Толстому. Он говорил о том, что нет ничего прекрасного на свете, чем осознание того, что ты хотя бы одному человеку подарил хотя бы чуть-чуть добра. Вот в нашем виду это сознание, оно повсеместно. Потому что каждый день мы помогаем людям зарабатывать деньги, уплощать мечты. И когда вы стоите на сцене, новым из вами, поверьте, у спонсоров гораздо больше эмоций, чем когда мы сами стоим на сцене. Когда мои директора стояли на сцене, я рыдала внизу аж немало. Когда я сама стояла на сцене, я улыбалась. Когда мои директора стояли на сцене, я рыдала, потому что я помнила, как они пришли и какие они сейчас. Поэтому, друзья, делаем добро, при этом зарабатываем деньги, и все у вас получится. Большое спасибо за внимание. Если у кого-то остались какие-то вопросы, то обращайтесь ко мне в соцсетях. Меня везде можно найти, с удовольствием пообщаюсь. Не обещаю, что прийти сразу, потому что сообщений, честно, приходит много. Возвечу обидателю. Большое-большое спасибо. Если есть вопросы, можете задавать в чате. Вроде... Так, я пронестает чуть вверх. Вдруг пропустила. Ну, все. Вроде вопросов нет, да? Тогда я буду заканчивать. Всем хорошего вечера. Желаю вам сегодня провести свидание с тобой, поговорить с тобой и найти то самое, то самое, что зажжет вашу душу. И тогда, ух, держись, Арифлэйн Беларусь, держись, все, потому что вы будете способны на очень большие свершения. Всем хорошего вечера. Спасибо и до свидания.